На сайте КЕЛА доступны для печати и просмотра обновленные брошюры о пособиях на русском языке. Если из-за перегруженности приемного центра вам еще не оказана необходимая финансовая помощь, КЕЛА может при необходимости в исключительных случаях временно выплатить срочное базовое пособие. Это пособие на оплату продуктов питания и основных рецептурных лекарств. Подробности читайте на сайте КЕЛА, ссылка в описании к видео. Актуально для тех, кто недавно переехал в Финляндию. В среду, 11 мая, в рамках курса «Социальный навигатор» пройдет лекция на тему официальной службы Финляндии и их функции. На семинаре у вас будет возможность задать все интересующие вас вопросы, которые касаются этой темы. Вход свободный, мероприятие бесплатно. Один из часто задаваемых нам вопросов касается покупки билетов в общественном транспорте. На YouTube-канале «Русскоязычные Финляндии» и в нашей группе в Facebook опубликовано видео об использовании приложения управления столичного общественного транспорта – ХСЭЛ. Вы прибыли в Финляндию из Украины? Убедитесь, что у миграционной службы есть данные о вашем адресе проживания. Это очень важно, чтобы было возможно, например, отправить вам решение по вашему заявлению о временной защите. Сообщите в приемный центр о своем новом адресе. Начался сезон клещей. Будьте внимательны, когда проводите время на природе. Одевайтесь соответственно и используйте защитные средства. Больше информации читайте в нашей группе в Facebook «Русскоязычные Финляндии». Всем хороших выходных!